Уже 18 лет один жизненный путь разделяют между собой Вячеслав Ефремов и его супруга Юлия. Помехой этому браку не стали ни увлечение мужа, ни его опасная работа. Вячеслав работает полицейским, а свое свободное время распределяет между семьей и спортивным хобби. Он старается не посвящать меня в свою работу, поэтому любая работа может быть опасна. Он сделал свой выбор, а мы приняли его раньше, когда он в СОБРе служил, тогда, может быть, переживал. А сейчас, по сравнению с прошлыми годами, я ему доверяю. Работа Вячеслава требует ответственности, дисциплины, собранности. Свою профессию он выбрал именно из-за этих качеств. 32 года он провел на службе и уже без нее себя не представляет. Я служу начальником курса Центра профессиональной подготовки, поэтому отвечаю за переменный состав. Все, что начинается с подъема и заканчивается отбоем, это мои компетенции. Соблюдение распорядка дня, своевременный прием пищи, посещение занятий, самоподготовка. Рабочее настроение Вячеслав разряжает спортом. Вот уже пять лет для местной детворы он проводит тренировки по футболу. Эта игра привлекает его тем, что здесь работают не только мышцы, но и мозг. Умение грамотно и быстро оценить ситуацию вкупе с физическими данными ведет к гарантируемому успеху. Но Вячеслав ценит футбол не только за это. Они между собой дружны и друг другу помогают. Вот это я стараюсь как-то привить. У Вячеслава и Юлии два сына. Мальчишки между собой дружат. Евгений перешел в девятый класс, а младший – Валентин во второй. Они также играют с папой в футбол. Младший мечтает стать футболистом, а старший больше склоняется к кикбоксингу. Но несмотря на спортивные составляющие, семья находит время и для других увлечений. Раньше мы клеили модельки. Вот у нас там корабль стоит огромный. Это он, правда, почти всю в одиночку склеил. Но так-то папа приходит обычно уставший и телевизор смотрит. Гостеприимство, которое свойственно семье Ефремовых – еще один фактор, говорящий о счастливой семейной жизни. В секретах крепкость семьи кроется в уважении друг к другу и, конечно же, в любви.